доброго времени всем ребята с вами димас вы на канале кукс браза хукс также с нами оператор антон вот сегодня день такой пасмурный ну как бы нам это не страшно как вы уже привыкли мы снимаем любую погоду почти вот и сегодня мы решили приготовить для вас интересное блюдо но мне известно с детства только детстве я пробовал потом к сожалению никто не готовил кроме бабушки это блюдо вот и там всех бабушек наших родственников да называется драчоны вот для этого блюда нам понадобится круто сваренное разваренное пшено яйца сахар мука и разрыхлитель тоже добавим для пышности вот так же понадобится для обжарки нам растительное масло но это потом уже мы все увидим блюдо интересное блюдо необычное как бы мало что о нем известно игру только я ел его и пробовал в детстве и как бы рецепт можно сказать утерян редко кто о нем знает только по моим воспоминаниям что-то там или родители или еще кто-то там знакомые родственники вот нам рассказывали решили мы вот приготовить на нашем канале такое блюдо есть похожие блюда в разных кухнях национальных в италии это полента вот но это у них получается как жидкая какая каша это делается на кукурузной муке дробленый вот не прям молотый а именно дробленый кукуруза получается вот и также есть мамалыга это румынская и молдавская блюдо национальные тоже также можно есть как кашу также его можно потом обжаривать получая получается кукурузный хлеб вот ну каждые как бы страны свои есть национальные какие-то блюда просто у нас у нас это не очень как бы сейчас популярно забыто потому что у нас вообще звучит забывается вся история быстро никому не интерес становится вот мы решили вот немножко как бы вспомнить наши старые рецепты вот так что всем приятного просмотра сейчас начнем все делать мы приступаем к приготовлению наших драчон для этого мы возьмем нашу сваренную пшенную кашу вывалим ее в миску она у нас крутая разваристая варилась на молоке мы все почти достали там поджарки не будем доставать их вот и начинаем толкушкой мяч интенсивно до однородной массы наша пшенную кашу при этом ничего не добавляем пока просто разминаем для этого тоже потребуется ручной привод ну вот мы мяли минут десять точно может быть даже больше и у нас как бы становится однородной массы уже где-то есть конечно еще целые зернышки пшена но принципе вращается в однородную массу и я думаю достаточно так что можем добавить уже наши яйца такое количество ну примерно 5 штучек нам достаточно будет добавляем 5 яичек вот так же добавляем сахарный песок так как каша варилась у нас добавление молока и соли блюдо десертное так что добавим сахара немножко ну где-то две столовые ложки для начала и начинаем аккуратно размешивать смотрите у нас получается отличная однородная масса отличная и добавляем наш разрыхлитель ну так одну треть пакетик мы добавили но это количество наверное две столовые ложки муки тоже перемешиваем заметьте не ложкой толкушкой она идеально вообще деревянная палочка любое приготовление вот этих всех блюд национальных самый идеальный вещь которая есть раньше только ей делали раньше ложек то не было никаких алюминий никакого это сейчас у всех и золото и серебро деревянная палочка самый лучший удобный вариант нашего приготовления так смотрим пробуем нас на сахар я бы добавил еще пол ложечки где-то столовые сахара песка сладкой но еще хочется послаще вот и останется нам только перейти к мангалу разогреть сковородку и на будем печь наши драчоны все увидимся мы смогла наша сковородочка разогревается так что мы приступаем к приготовлению наших драчом наливаем масло вот так побольше пахнет сосной или весной обжаривается примерно 2-3 минуты на каждой стороне зависимости от нашего огня конечно если вы жарите на газу на плите все как бы у вас уже поставлен поток здесь на открытом огне немножко посложнее надо обязательно постоянно поддерживать его в одинаковом горении если это не получается то будет небольшая разница во времени там от двух до пяти минут шести минут даже жарки как бы если все быстро подкинуть процесс ускоряется наши обжарки снова и обязательно следить за этим чтобы не сгорело если что сильный сильный огонь можно сдвинуть чуть придержать с краешку чтобы они у нас не горели либо убрать дровишки чуть сдвинуть их как бы нужно обязательно следить это не русская печь это мангал можно это готовить опять же с детьми дети любят печь им нравится тесто и все остальное вот но с детьми это будет непросто но будет весело как бы и затягивает такие моменты разные смешные так что прекрасное время чтобы сейчас провести время с детьми и испечь наши драчоны детей не заставившись в пшенную кашу а вот таком виде пшенную кашу может быть и будет для них сюрпризом и достаточно вкусным опять же это все можно сделать сметаной с вареньем добавить концы вообще будет идеально всем же самым йогуртом о идеально главное быть уверенным всегда и контролировать огонь когда у вас все будет хорошо поджарка вид чуть передержал и уже подгорел но это идеальный вот сильно как говорю жарить не надо там до конца не вот мягкие прожаривать так что вот смотрите идеальный можно еще поджарить с этой стороны вот и так же продолжаем жарить наши драчоны обязательно следите за за огнем если вы это делаете на открытом огне да и даже на электропольте когда вы делаете на газу можно смело убавлять прибавлять у вас просто будет идеаль идеальнее прожарка ветер у нас продолжает все сдувать вы уже привыкли достаточно красивые да интересные ну что ребята дорогие мои друзья наконец-то мы вот осуществили мечту детства испекли дрочоный по бабушкиному рецепту долго его вспоминали искали там никто не помнит ничего не знает не знаю получились как ну думаю вкусно на вид очень даже вкусно вот так что пробуем мы решили с вареньем с вишнем из из сосновой шишки очень нежным очень реально вкусные с вареньем вообще бомба как шишка реально очень вкусно вот не могу просто остановиться как бы попробуйте сделайте рецепт увидели вот если вы думаете что сложно это сделать на костре на мангале можете легко и такое повторить дома на газу или на электроплите это будет намного удобней сто пудо будет удобнее потому что вы к этому привыкли если у вас родственники кто-нибудь когда-то делал что-то подобное обязательно пишите может быть как бы других регионах или других допустим странах есть что-то как подобное что-то кто-то делал вот обязательно возможно в этом году возможно следующем будем делать варенье из сосновых шишек всем удачи добра мира вы были на канале кукс бразер хукс с вами был димас оператор антон так что увидимся пишите свои с вас лайкос